Вести ФМ. Москва, 97,6. Санкт-Петербург, 89,3. Медвежий угол с Андреем Медведевым. Добрый вечер всем в эфире, как всегда, в это время, по понедельникам Медвежий угол. В студии по-прежнему Андрей Медведев, как всегда, по понедельникам. Сергей Корнеевский. Приветствую, Серёж. Приветствую. И в гостях у нас участник нашей постоянной рубрики. Мы только название рубрики не придумали. Исторический оптимизм. Историческое мракобесие. Как нам пишут некоторые наши доброжелатели. Главное, что историческое. Историческое мракобесие. И участник нашей постоянной рубрики «Историческое мракобесие» Евгений Юрьевич Списан. Приветствую, Евгений Юрьевич. Привет, здравствуйте всем радиослушателям. Да, но, может быть, некоторые из наших слушателей не всегда чувствуют иронию в том, что мы говорим. Поэтому, уточняя по поводу мракобесия, мы шутим. Погорячились. Погорячились, да. Нет, просто шутили. Плохо слышишь? Плохо слышишь, да. Евгений Юрьевич, поправили микрофон. Да, так вот, решили мы сегодня с Евгением Юрьевичем два часа провести в эфире. Наконец-то, да. Да, и обсудить по заявкам, по многочисленным заявкам наших радиослушателей, обсудить такую тему, как жизнь и деятельность Ивана Грозного. Почему мы решили поговорить об этом? Потому что на днях буквально в Владимирской области, в Александрове был заложен камень в основании будущего памятника русскому царю Ивану IV, Ивану Грозному. Поэтому ситуация выглядит очень неоднозначно, потому что очень уж неоднозначно воспринимается деятельность Ивана Грозного. И вот насколько это справедливо и насколько это несправедливо, мы сегодня попытаемся с коллегами разобраться. И отчасти, конечно, вокруг жизни и деятельности, результатов политической деятельности Ивана Грозного нагромождено какое-то невероятное количество мифов, совершенно диких. Некоторые, кстати, возникли не сами по себе, а в общем, это был определенный госзаказ еще в 19 веке, который выполнял, например, тот же Карамзин. — Там даже не столько госзаказ, сколько убежденность внутренняя. — Да, ну в общем, тема сложная, и поэтому мы решили два часа сегодня ей посвятить, чего мы давно не делали. Давно не было так, чтобы у нас один гость два часа был в эфире. Но это как раз тот самый случай, когда можно сделать исключение. — Тем более, Евгений Юрьевич только начнет говорить, уже час закончился. — Уже час закончился, да. — Только какие-то вступительные слова, более-менее термин объяснил, и уже все, уже пора. — Но прежде чем мы начнем говорить о бывании Грозным, я хотел сказать буквально несколько слов. У нас в Москве два или три раза проходил марш мира, так называемый. Марш мира, но фактически марш в поддержку украинской хунты. Это когда у нас по бульварам ходила наша либеральная, свободная интеллигенция, такая вот фрондирующая с государством и с властью общественность, которая, в общем, говорила о том, что идем-то мы, потому что мы против войны на Украине, на самом деле. Ходили они по бульварам под бандеровскими лозунгами «Слава Украине, героям славы», размахивая украинскими флагами. Вот сегодня, все последние дни, в Киеве идет процесс над карателями из батальона «Торнадо». Но, надо сказать, судят их не за то, что они каратели, а судят их за то, что они слишком много начали брать денег, ну, в виде поборов, слишком повязали в криминальной деятельности. Это был рэкет. Да, слишком повязали в криминальной деятельности на территории... Ну, там откровенные убийцы. Убийцы, да. То есть они повязали в криминальной деятельности на территории Украины, а не в зоне, так называемой, АТО. Вот за это их, собственно, и судят, а не за то, что они, в общем, каратели. Так вот, выясняется, что все эти замечательные люди, которые сейчас сидят на скамье подсудимых, ну, хотя не знаю, можно ли их людьми называть, пока они находились там, в зоне АТО, они не просто занимались грабежами, не просто занимались насилием, они насиловали детей, они насиловали несовершеннолетних девочек, они насиловали младенцев. Так вот, те, кто в столице ходили по бульварам, надо понимать, что ходили они ровно в то время, когда зверьё из торнадо насиловало детей, и это не фигура речи, они в буквальном смысле слова насиловали детей, снимали это на свои телефоны. Так вот, те, кто в Москве участвовали во всех этих так называемых акциях солидарности с Украиной, как сегодня становится очевидным, они не просто какие-то фрондёры, не просто борцы с режимом, они соучастники карателей из торнадо, они соучастники вот этого зверя, этих нацистов, которые сегодня по странному для меня, как я понимаю, по странному такому недоразумению из-за того, что какие-то украинские кланы что-то не поделили, оказались там на скамье подсудимых. Впрочем, такого зверя там хватает, это другие карательные батальоны, Слобожанщина, Айдар, Азов и прочие, я не хочу их всех перечислять, и кроме того, простите, я в сортах дерьма не разбираюсь. А вот те, кто ходят по бульварам, они, наверное, в них очень хорошо разбираются. Поэтому вот эта ситуация, которая сложилась, она отлично расставляет акценты, она, наверное, ещё раз, в очередной раз, к сожалению... Ну, лакомцевая бумажка. Лакомцевая бумажка, она ещё раз всё обнажает, и в очередной раз она показывает, кто есть кто, и кто какие идеалы разделяет, и какие ориентиры для себя и цели в жизни ставит. То есть, в общем, одни, наверное, сопереживают карателям, другие этого не делают. И, в общем, эта ситуация, которая сейчас происходит, суд над батальоном Торнадо, просто очень хорошо показывает, почему мы, и я имею в виду мы, как вся страна, и мы, там лично я или мои коллеги, Коля Долгачев, Женя Подобный, И почему мы всегда умом, сердцем, душой, почему всегда мы на стороне жителей Донбасса, жителей Новороссии. Вот именно поэтому. Да, и большинство здравых людей. Так надо понимать, что вот эти все бандитские батальоны, которые называли добровольческими, которых президент Порошенко называл лыцарями украинской армии и так далее, они создавались не просто с ведом, а по прямому распоряжению и указанию властей того же господина Авакова. Причем многие уголовники, которые составили костяк этих карательных батальонов, они специально были выпущены из тюрьм, амнистированы, им были сокращены сроки и так далее, и так далее, именно для того, чтобы они шли и убивали, потому что им не впервой. Это самое настоящее скопище уголовников, бандитов, подонков. Это, кстати, ведь нацистский опыт. Это бригада знаменитая Дерлинвагера. Да, да, да. Точно так же, сформирована из уголовников. Ну так вот, вернемся к основной заявленной теме. 5-5-3-3 в начале сообщения слова «Вести» и 8-903-170-63-63, это наш WhatsApp. Попробую задать вопрос, может быть, кто-то сочтет необходимо на него ответить. Все-таки вы как полагаете, нужен ли в России памятник Ивану Грозному? Ведь почему для меня этот вопрос все-таки еще открыт? Дело в том, что когда в Новгороде ставили памятник «Тысячелетие России» в 19 веке, а на нем Ивану Грозному... «Тысячелетие России» — это 1862 год. 1862 год, да. Ну, потому что по повести временных лет считали «Тысячелет», на нем все-таки места Ивану Грозному не нашлось. Нашлось кому угодно. Нашлось и литовским князьям, Довмунту и Кейсту, например, и Витовту, которые, в общем, да, сыграли особую роль в жизни Западной Руси. Но не больше, наверное, чем Иван Грозный, как кажется. Нашлось место даже так называемому царю Ваське, Василию Шуйскому. Эпоха либеральных реформ была. Да, совершенно бездарному царю. То есть даже это вот тому человеку, который практически полякам отдал Россию, даже ему нашлось место. Но не нашлось места Ивану Грозному. Хотя нашлось место воеводе Воротынскому, которого якобы Грозный казнил. Причем, если верить некоторым нашим историкам, он его казнил, а потом Воротынский разбил татар. Ну да, он один из участников вот этой знаменитой битвы при Молоде, или при Молодях, которую сейчас во всех соцсетях подают так, что вот, дескать, историки от нас скрывали истинную правду, а что это величайшее сражение, которое было сродни Куликовской битве, Бородинскому сражению и так далее. На самом деле, конечно, это все ложь. Ничего историки не скрывали. Об этой битве всегда писали, всегда о том, что эта битва была, знали. Более того, я помню, что я учился в школе, даже не на ИСТФАКе, а просто в школе. И нам всегда, как отче наш, говорили о том, что вот эта битва при Молодях, 1572 года, она знаменовала собой отмену опричнины. Почему? Потому что за год до этого, летом 1571 года, Девлет Гирей изюмским шляхом пошел через Северский Донецк, как раз была дорога на Москву, перешел Окскую окраину, так называемую, дошел до Москвы, не встретил сопротивления русских войск фактически. Вот там стояли полки Воронцова или приказы Воронцова. Он потом, кстати, будет казнен за это, Михаил Воронцов. Вот, они вошли в Москву, сожгли весь посад. Причем в этом огне сгорел даже дворец Ивана Грозного, который стоял на Арбате. Вот, уцелел только Каменный Кремль и постройки, которые находились внутри Кремля. А в следующий год, значит, татары решили предпринять очередной поход, и опять Девлет Гирей во главе, значит, Крымской Орды пошел походом на Москву. Ну, там не только крымчаки, там же были и нагайцы, там были и турки. И, в общем, шли-то, они, надо понимать, добивать московское государство. Ну, да, и там, да, ситуация там сложилась такая, что... Ведь надо же понимать, что в годы Опричнины существовало как бы два параллельных государства внутри московского царства. Существовала Опричнина и существовала Земщина. Вот. И Иван Грозный, не объединив пока Опричные приказы, Опричную и Земскую, Боярскую думу и так далее, он объединил войско. И поставил во главе войска трех воевод. Шуйского Ивана Петровича, Хворостяна и Воротынского. Воротынского. И поставил заставы, так называемые, или заслоны под Серпуховым, Калугой и этим... О, Господи. Ну, в общем, там третий город, да. И вот, значит, вот это объединенное войско, тогда еще объединенное, опрично-земское войско, оно как раз вот в трехдневном сражении у Молоди разбило татар. Причем, значительная часть татар, спасаясь бегством с поля боя, просто утонуло в оке. Вот. И после этого татары на Москву уже больше не ходили. Хотя, надо прекрасно понимать, вот у нас любят наши эти украинские товарищи, значит, свистеть о том, что мы платили крымским татарам, чуть ли не до присоединения Крыма, некую дань, как и Золотой Орде. Конечно, ничего этого не было. А если ты вспомнишь, прости, перебью, но если ты вспомнишь советский фильм Петр Первый, то там этот момент обыгрывается. Ну, послушай, Андрюш, это не... Это советская историография об этом рассказывала. Нет, 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 это не дань. Дело в том, что был такой историк, известный советский новосельцев, он не очень много написал. Он, кстати, был учителем, вот Николая Ивановича Павленко, того моего учителя, выдающегося русского историка советского, который вот столетие отметил в феврале, но в июне, к сожалению, умер. Он как раз изучал и написал даже монографию по истории русско-крымских отношений. Это были так называемые поминки. Они, по сути, это были денежные выплаты, но, по сути, это была плата за выкуп пленных. Это не была дань. Причём, что интересно, плату за выкуп пленных регулярную вёл именно Иван Груз. Да, дело в том, что это было, знаете, как вот я тогда один как-то говорил, это было общее дело, это была некая солидарность, это была так называемая полонянничья деньга, то есть её собирали со всего населения именно для выкупа пленных. Почему? Потому что потенциально каждый, условно говоря, мог попасть, что называется, вот в такую ситуацию. Это касалось и, значит, ратников, которые служили в поместной коннице или в рядах там полурегулярного стрелецкого войска или, например, в рядах так называемых, значит, служилых людей по прибору. Мне кажется, как-то боевой дух должно было повысить. Нет, но потом всё-таки это была национальная идея. Это было объединение, то есть это было чувство коллективной ответственности. То есть, каждый участвовал в том, чтобы выкупить русского человека из плена. Да, да, да. Надо же понимать вот эту общинную организацию жизни вообще. Понимаешь, это же я вот как-то говорил об этом, да? Вот уникальность истории России состояла в том, что с догосударственных времён сохранилось вот это вот то, что называли вереви, да? Территориальная соседская община. И если в странах Западной Европы, да и у многих славянских народов община просто в историческом небытие растворилась, то у нас эта община не просто сохранилась там до середины 20 века, но реально сохранилась до середины 20 века. Она во многом составляла основу жизни нашего государства, и она во многом позволила нашим предкам, я уже говорил об этом, да, расшириться вот до, значит, границ Тихого океана. Потому что это была та уникальная форма жития и соседства разных этносов, народов, которые спокойно инкорпорировались в рамках вот этой вот территориальной соседской общины вот в этот русский мир, условно говоря, понимаешь? Ну, давай попробуем по порядку. Вот сейчас мы так прям сразу, как бывает в кино, сразу раз, зашли с середины. Ну, у нас два часа, поэтому мы решили не мог это. Зашли с середины сразу с битвы о примолодях. Если по порядку, все-таки Иван Грозный, вот в каком состоянии он получил государство, и куда, и как он эту власть приобретал? Ведь, по сути дела, он получил государство, да, сильное, но при этом с мощнейшим, так сказать, боярско-олигархическим правлением. Да, да, ну давайте я вам сейчас немножко расскажу и напомню нашим радиоуслушателям. Значит, смотрите, Иван Грозный, Иван IV, он родился в августе 1530 года, по устоявшемуся мнению, которое разделяется в нашей и зарубежной историографии. Хотя высказывались мнения, что он родился там на несколько лет раньше. Кто-то говорил 1526, 1527 года. Но эти, значит, точки зрения или эти мнения, они основаны сугубо на предположениях, а не на реальных фактах или источниках. Почему? Дело в том, что у Василия III была жена Солмания Собурова. Они прожили с ней довольно долго в браке, по-моему, больше 20 лет. И он вынужден был с ней развестись. Почему? Потому что остров стала проблема наследия престола. У него не было детей. Но поговаривали, что она была бездетна, что ее бездетность, она стала, ну, неким таким проклятием великокняжеской семьи. Церковь дала разрешение на этот развод. Она была сослана в Суздальский Покровский монастырь. Правда, потом родилась легенда, что родила младенца там, то ли он умер, то ли нет. Но, в общем, мы сейчас не будем на этом зацикливаться. Но факт то, что Василий III, он выбрал себе в жены молодую девицу из литовского княжеского рода Гедеминовича, Елену Глинскую. Ей на тот момент было всего 16 лет. Это событие произошло в 1526 году. А первенец родился у них в 1530-м. То есть, казалось бы, проблема престола наследия стояла настолько остро, а первенец родился спустя 4 года после их женитьбы. Поэтому это наводит вот на какие-то мысли. Но я думаю, что здесь надо этот вопрос исследовать. Но исследовать, опять-таки, опираясь на какие-то реальные факты, а не на домыслы и не на догадки. Значит, через 3 года Василий III умирает. Он вообще был большой любителем охоты, так называемых ловов. И вот во время очередной охоты он себе, видимо, натер седлом здорово ногу. И у него возникла там, значит, рана, в которую попала какая-то инфекция. У него нога раздулась, стала гнить. В общем, вероятнее всего, произошло заражение крови. То есть, гангрена началась. И он умер. Перед смертью он составил, как это было принято, духовную грамоту или завещание. Но самое интересное, что до сих пор в архивах духовной грамоты Василия III не найдено. Поэтому историки делают предположения, а кому же на самом деле он завещал престол. Если вы посмотрите историографию вопроса, например, работы Платонова, работы Скрынникова, Кобрина, Зимина, ну и других наших известных историков, которые занимались эпохой Ивана Грозного детально, в том числе и этим вопросом, то вы увидите, что там разные есть предположения. Кто-то говорит о том, что власть перешла, значит, был создан Регинский совет, и власть перешла сразу Елене Глинской, значит, и нескольким членам Боярской думы. Кто-то говорит, что был создан Регинский и одновременно Апекунский совет. Кто-то говорит, что власть перешла двум самым влиятельным членам Боярской думы, это Михаилу Львовичу Глинскому и Дмитрию Сетчу Бельскому. Это, опять-таки, выходцам с Литвы. Потомкам Гедеминовича И так далее и так далее Но вероятнее всего прав скрытников Которые пишут о том Это на мой взгляд опять таки Что значит При малолетнем наследнике престола Ну ему было всего там трех лет даже Ну толком не исполнилось Был создан так называемый Опекунский совет или седьмочисленная дума Вообще надо Очень интересный Это когда-то Семибоярши Да, так вот я и говорю Очень интересный момент Если вы посмотрите на коллегиальные органы Древней и средневековой Руси То численность этих органов Всегда была семичисленная То есть вот такое вот Знаете как голосованием принимается решение Это раньше в Политбюро был такой принцип Чтобы нечетное количество голосов Чтобы было понятно Значит сколько за, сколько против Чтобы не было вот этого паритета в голосовании Понимаешь Так и здесь Вот кстати ты видишь Ну талантливый человек Ну сейчас перехвалится Ну ничего страшного Вот мои уроки и уроки Александра Владимировича Пыжикова Моего хорошего товарища Они не проходят даром Да, вот та же семибоярщина Например времен Смуты Возникшие спустя там грубо говоря Семьдесят там С лишним лет Она тоже почему носила Именно такой вот численный состав Именно вот по этому обстоятельству Если ты посмотришь Даже вот на Новгородские там Условно говоря Органы управления Так называемый Совет господ Или новгородскую асподу То там Среди вот этих Боярских новгородских кланов Значит численность Вот этой асподы Она составляла Именно семь человек Семь человек Это видимо Какие-то вообще Вот поговаривают Что это вообще Чуть ли не традиции Там идущие Вот с индоевропейских Еще времен Когда там славяне Были Одной из составных частей Вот этой огромной Индоевропейской Общности народов Вот какие-то традиции Аж оттуда Я не берусь судить Насколько это так Но вот просто Сам по себе Интересен факт Значит кто вошел В состав этого Опекунского совета Это два Князя Шуйских Ивана Василий Значит Дальше Бельский Михаил Львович Значит Князь Мстиславский Иван Федорович Ну и так далее Но По всей видимости Этот совет Просуществовал Всего несколько месяцев И в начале 1534 года К власти приходит Елена Глинская И фактически Главой правительства Становится ее Фаворит Ну говорят что он был Любовником Не знаю Я свечку не держал Иван Федорович Значит Овчина Телепнефаболенский И вот эти двое Они Фактически Определяли курс Русского правительства На протяжении Ближайших Ну Четырех лет Почему Потому что в 1538 году Елена Глинская Была отравлена А значит Ее фаворит Был заточен в темницу И там Вероятнее всего Тайно убит Между прочим Вот за эти четыре года Произошло Несколько Таких важных Довольно Событий Во внутренней жизни Страны Ну достаточно сказать Что была проведена Финансовая реформа И значит Установлена Единая Для всего Государства Денежная единица Ну вернее две Это новгородская Деньга И московская Саблиница Вот Именно тогда еще До копейки Потому что на Московской Деньге Был изображен Тогда же Садник Сабли Да Вот отсюда Саблиница Да Значит Ну например Была проведена Губная реформа Это реформа Местного управления Когда произошло Перераспределение Власти От назначаемых Центральной властью Наместников И властелей В пользу Губных старост Целовальников То есть Избираемых Местных Должностных лиц Из числа Черносошных Крестьян И провинциального Дворянства Это кстати Я немножко Отойду в сторону Но это принципиально важно Я тут смотрел Мультик Который крутят Нашим детям В Ельцин центре Это такая мерзость Я вообще Это ужас За это вообще Судить надо Значит там Дело представляет Таким образом Что вот Дескать До Бориса Николаевича У нас вообще Был сплошной Мрак Тирании Диктатура Значит Какой-то Кровавый ужас В котором Пребывала страна Тысячи лет И вот пришел Значит этот алкоголик Извините за выражение Вот И дал значит Нашей стране свободу Я даже не знаю Пока ты думаешь Как все это назвать Мы пройдемся на новость А ты может быть Немножко Евгений Юрьевич Подостынешь 5-5-3-3 В начале сообщения Слово Вести 8-903-170-63-63 Это наш ватсап В эфире Медвежий угол Обсуждаем Ивана Грозного Медвежий угол Осиротел После того Было отравлено Да, было отравлено Да, причем это установлено Фактически Ну, с почти Стопроцентной Долей уверенности Почему? Потому что В 60-е годы Значит Проводились Реставрационные работы На территории Кремля В том числе Период боярского правления Деда Миновича На Литвинском Еще На Литвинском Да, любой желающий Может прочитать Что это за Старо-белорусский язык Да Но человек Любой Который возьмет Аутентичные источники Той поры А с 15-го Все-таки С 16-го века Таких источников Сохранилось достаточно Любой русский человек Прочтет их Любой статут литовский Без проблем Без проблем Без большим трудом Прочтет переписку Грозного С Курским в оригинале А статут литовский Да, вот именно Понимаете Ну вот мы с Андреем Читали тут как-то В разные документы Пора Не очень понятно Да, да Причем они писали С полуставами Потому что у нас-то Во времена Грозного Уже пошла скорпись Ну такая она еще В таком виде А скорпись-то Рассвет, который придется На 17-й век Она вообще читается Довольно сложно Да Там специфика А эти, да Литовские статуты Их читает Ну любой грамотный Нормальный человек Который, ну немножко Соображает Он спокойно В аутентичном Не в переводном То есть это я к тому, что литовцы Они были не литовцы Это просто было западно И южно-русское дворянство Да, конечно, да Так вот Вот начинается борьба Между этими кланами Она носила Крайне кровопролитный И ожесточенный характер Причем вот Есть такой ленинградский историк Кром Михаил, да Который исследовал Эту проблему Но он исследовал Через призму Так называемого Антропологического подхода Столь любимого Американской историографии Это вот Небезызвестный Натали Колман Значит, ну и целый ряд Других американских историков Так он вообще Свою монографию назвал Вдовствующее царство Вот, да То есть И он там приводит Цитату из одного Интересного источника Где вообще Было написано Что на Руси Возродилось Безгосударство Безгосударство То есть ситуация была такая Что фактически государство Единое русское государство Созданное Иваном Третьим А затем и Василием Третьим Значит, просто переживало Тяжелейший политический кризис Именно вот эта борьба Олигархических кланов Вот этих Трех боярок Княжеских кланов Она привела Фактически страну Вот на грань Некого такого Значит Распада Опять на Уделы То есть То, от чего Уходили на протяжении Последних полутора столетий Опять Замаячило И все предшественники Иван Третий И Василий Так все Да вот возьми, например Так с удельной системы Начал фактически Де-факто, да Уже как-то так Элементами бороться Иван Калита А потом все более-менее Там тот же Дмитрий Донской Тот же Василий Первый Василий Темный Ну, про Ивана Третьего Вообще говорить не приходится Ведь к моменту Смерти Василия Третьего В России сохранилось всего Два удельных княжества Это Дмитровская и Старицкая И то В 36-м году Дмитровский князь умирает Дмитровский удел Ликвидируется А в 37-м году Андрей Старицкий Поднимает мятеж Вот Его И конец ему приходит Да, его в темницу Он там умирает И ликвидирует Старицкий удел Он потом будет возрожден Уже в малолет Уже после смерти Елены Глинской В малолетстве Ивана Грозного То есть фактически Вот эта вся Удельная система Которая Существовала В русских землях Вот До монгольского периода Она Приказала долго жить И вот здесь Ситуация возникает такая Когда государство Фактически Распадается И вот здесь Иван Грозный Ну понятно Что не сам Там появились Нужные ребята Советники Он В общем Приказал Того же Андрея Шуйского А он После смерти Ивана Васильевича Стал фактически Главой Клана Шуйского Отдать Псарям Вот А те взяли И убили его Ну короче События Короткий разговор Да Короткий разговор События развивались Таким образом Что в феврале 47-го года Значит Иван Грозный Женится Женится на Анастасии Захариной Юрьевой Анастасия Романовна Это вот Из династии Будущих Русских царей Романовых Да Представители Старомосковского Боярства А потом Происходит Торжественное Венчание На царство То есть Фактически В этом возрасте Это ему Получается Ну по 17 лет Ему не было Еще 17 Ему было 16 лет То есть Как в фильме Эйзенштейн Показывает Это вот оно Да Он по законам Вообще Того времени Ну средневекового Так сказать Представления Человек Который женился Становился Дееспособным В юридическом плане То есть Он уже не нуждался Ни в опеке Ни в регенстве И так далее И так далее Все это было сделано Конечно С подачи Нового митрополита Макария Который Надо сказать Весь период Правления Ивана Грозного Я имею в виду Пока он жил Он его активно поддерживал Он же стал Инициатором Принятия Иваном Грозным Иваном Четвертым Царского титула Это первый русский царь Если вот Возвращение За это были Великие князья Да Были великие князья И поэтому Все историки Обращают особое внимание Именно на это обстоятельство Чем они объясняли Принятие царского титула Обычно выдвигают Два аспекта Первый аспект Это внешнеполитический Связанный с тем Что в тогдашнем мире Ну в тогдашнем Айкумени То есть той Известной Известной Да Известной Мире Значит существовала Ведь не только Внутри Государственная иерархия Тех же титулов Но и международной Иерархии титулов Самыми высокими Это были Грубо говоря Византийские императоры И императоры Священной Римской империи Германской нации Потом на ступеньку ниже Стояли Например Ордынские ханы Или как их называли На Руси цари И лишь потом На ступеньку ниже Стояли короли Не говоря уже О герцогах Вот если брать По международной Как бы классификации Да То великие князья Они были По международной Классификации Где-то сродни Вот герцогам Западноевропейским А здесь царский титул Сродни тому Что было У ордынских ханов Да И сразу Сразу Через ступеньку В международной Иерархии Русские цари Они не только Сравнялись А стали даже выше По статусу Европейских королей Но надо сказать Не все это признали Ну понятно Ну хотя этот процесс Кстати Перм Знаешь что признал Это англичане Англичане А потом датчане И так далее Ну англичане Надо сказать Признали по политическим Ну понятно По бизнес-соображению Потому что у Англии Была чрезвычайно Трудная ситуация В тот момент Да Англия ведь Находилась В очень жестком Противостоянии С Гонзийским союзом С Гонзийским союзом Да А с Польшей Со Швецией Со Шведами Да И фактически Англия оказалась В такой частичной Экономической блокаде Потому что на Балтике Английские суда Плавать не могли Не могли да Почему они искали Другой вот этот Северный Единственные кто поддерживал Англичан Это были датчане Ну отчасти Потому что у них Все время со шведами Были эти терки И англичане Были вынуждены Искать Новый путь Собственно Они были заинтересованы Они торговали с Москвой Активно очень Торговали с Москвой Была создана же Московская торговая компания Они были заинтересованы В том чтобы получать Московскую пеньку Лес Меха Воск Они были заинтересованы В том чтобы через Волгу Волжским путем Плавать в Персию Да У них транзитная Торговля Причем она должна была Эта транзитная торговля Они же от Ивана Грозного Получили право Беспошлиной Транзитной торговли Понимаешь И первое посольство Оно в Персию Было такое Московско-английское Да Вот И англичане Приплыли туда Где сейчас находится Архангельск Да Собственно Это город Через Хомогоры Торговли Они привели к Ивану Грозному И таким образом Англичане признали Ивана Грозного царем Великим царем Вот ровно потому Что у них на тот момент Все политические причины Были Это сделать Андрюш Я тебе больше скажу Когда после смерти Ивана Грозного Мы забегаем Чуть-чуть вперед Но я думаю Что это все равно В общей теме Да Когда после смерти Ивана Грозного К власти приходит Его сын Федор Иоаннович А реально Правителем государства Становится Борис Годунов У него Возникли терки И недопонимание С англичанами Поэтому он Этих ребят Отправил К Василию Яковлевичу Щелкалову Это два брата Василия и Андрей Они попеременно Возглавляли Посольский приказ То есть были Ну говоря Современным языком Министрами иностранных дел Так вот Щелкалов С тем же Флетчером Не договорился О сохранении режима Вот этой вот Беспощенной Транзитной торговли Послушай Так потом Флетчер вернулся В Лондон И написал Пасквиль Откуда Например И вот сейчас Мы после Погоды Расскажем О чем он написал Понятно Понятно Медвежий угол С Андреем Медведевым Итак мы остановились На флетчере И что же написал Флетчер Разобеженный На фрусских Расскажем Расскажем Написал Очередной Пасквиль Русофобский И Рассказал Что значит Царь-тиран Иван Грозный Убил своего Старшего сына Ивана То есть оттуда Пошло Оттуда пошло Да Пошло от него И от Папского Легата Антонио Пастивино Который был Послан Вот этим Григорием XIII Автором Григорианского Календаря По которому Мы сейчас Живем Чтобы значит Заключила Русь Унию С Римом Очередной Ну там У них споры Были с Иваном Грозным Он вообще Его чуть не Грохнул Но не грохнул Это важно Судя по одному Из источников Это я Условно говоря Так это не так Но факт То что и тот И другой Вот откуда Кстати это идет И тот И другой Сообщили Своих источников Что он Дескать его убил Хотя если вы возьмете Пискаревский летописец Четвертую Новгородскую летопись И так далее Там везде указано Что он умер В слободе От тяжкой болезни И кстати Панова Вот который сейчас Старший научный сотрудник Музеев Московского Кремля И который написал Две диссертации Выпустила книгу Некрополь Московского Кремля И тот же Баханов Они же установили Что все члены Ну многие члены Царских фамилий Елена Глинская Анастасия Романовна Захарина Юрьева И сам Иван Грозный И Иван Были отравлены У них содержание Там ртути Мужчика И там И других так сказать Ингредиентов Просто зашкаливает Особенно кстати Вот у этого самого Ивана Ивановича Евгений Юрьевич А вот про новгородскую Летопись Вот А можно верить этому источнику Ведь Новгород был оппонентом Да Нет 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 Во первых Новгородских лет Псих много Первая Вторая Там Младшего извода Старшего И так далее Ты не ведись на название Это значит это Дело в том что Ну слушай Мы сейчас уйдем в сторону Я просто хочу сказать К тому что у нас Слишком много Вот А потом кто это Это Николай Михайлович Карамзин Живописал Вот зверство Опричнино И значит Деспотию Ивана Грозного И одним из ярчайших Элементов Этой деспотии Стало убийство Сына Потом это Подхватили Другие историки Потом Наш великий Илья Ефимович Репин Изобразил Все это На полотне А вот скажи Правда ли что Карамзин Выполнял Заказ Политический Что собственно Вся история Когда Карамзин Живописал Зверство Ивана Грозного Это была Такая политическая Штука Когда нужно было Доказать Совершенно логичный Приход к власти Династии Романовых Ведь собственно Грозный был последним Рюриковичем В большом счет Ну предпоследним Ну да Ну последним Который полноценно правил Ты знаешь Андрюш Я думаю Что здесь как бы И ты И здесь есть доля Истины Почему Потому что Естественно Он был Придворный Истериограф И ему надо было Соответствующим образом Описывать Законность И логичность Прихода Романовых К власти Это первое Обстоятельство А второе Обстоятельство Он все таки Был ярким Представителем Так называемой Русской партии У нас мало Кто знает О существовании Этой партии Вот сейчас Только очень немногие Историки Современные Исследуют Вот эту проблему Состав которой Входил и Граф Ростопчин И Аракчиев И так далее И так далее Это вот такая Патриотическая партия В окружении Александра Первого Которая Противостояла В том числе Исперанскому И они там Отражали интересы Русской аристократии Которая претендовала На особое положение В управлении Государством Поэтому Ему важно Было Показать Он же стал Карамзин Автором Вот этой концепции Двух Иванов То есть Пока он правил В союзе с аристократией Это был Рассвет государства Это были реформы Якобы Вот посмотрите Какой Иван Грозный Да-да-да Это реформы Избранной Рады А потом он сошел С ума Да-да-да И значит Вот Да и понесло И начал зверствовать Да и начал зверствовать Вот И поэтому Он еще И исходя из этого А чтобы Ну больше Как говорится Такой Кровавости Придать Деспотичности И так далее Он вынул из сундука Вот эти вот источники И превратил их Из версий Так сказать Записных русофобов Которые совершенно Ну понятно Каким обстоятельствам Писали подобного рода Сочинения Вот в исторический конструкт И этот исторический конструкт К сожалению Сейчас Ну присутствует В головах 99% наших граждан Понимаете А вот теперь Давай попробуем Порассуждать Значит Иван Грозный Принял государство В состоянии полураспада Вот послушай Когда он родился Вообще считают Что вот эпоха Василия Третьего И Елены Глинской Это был расцвет Русского государства И экономика развивалась Значит Динамично Строительство храмов Городов И так далее Итальянцы Ехали в Москву Почитали за час Поехать в Москву Заработали деньги А вот этот период Боярского управления Вот это фактически Десятилетие С 1538 По 1547 год Это фактически Произошло Вот то что у нас В 90-е годы Но если проводить Такие аналогии То есть Это распад Государственных институтов Это кризис в экономике И так далее И так далее То есть никогда Олигархия на поле Да И когда он приходит К власти Он приходит По сути дела К разбитому корыту Почему В 49-м году Созывается Первый земский собор То есть Собор Сия земли На котором присутствовало И аристократия И московское дворянство И провинциальное дворянство Дети боярские Так называемые И посад И черносочное крестьянство И там принимается Вот эта первая программа Широкомасштабных реформ Которую потом Реализовывать в жизнь Стала так называемая Избранная рада Это традиционный Исторический Опять-таки конструкт Да Сам этот конструкт Известно откуда Да Это из сочинения Андрея Курбского Который оставил Свои знаменитые Записки Об Иване Московском Да Где вот он там писал Об этой избранной ради Кто-то ее говорит Что это была Ближняя дума Некоторые историки Вот например Был такой Иван Иванович Смирнов Во времена Сталина Очень известный историк А сейчас у нас есть Такой историк Филюшкин Они говорят Что этот конструкт Он вообще ложный Но не важно Факт то что Вот в избранной ради Был собран кружок Ближних сподвижников Царя Ивана Которые прославились Вот тем Что они стали первыми В России Фактически да Такими реформаторами Государственного уровня О ком идет речь Это глава Челобитного Или Челобитного Приказа Фактически Глава правительства Алексей Федорович Адашев Я бы сказал Скорее глава администрации Президент Ну или так По полномочиям По полномочиям Скорее глава администрации Да Теперь это Глава посольского приказа Иван Михайлович Висковатый Значит Это Глава Вероятнее всего Он возглавлял Разрядный приказ Но это говорят Современным языком Министерства обороны Андрей Михайлович Курбский Дальше Это князь Дмитрий Михайлович Курлятьев Оболенский Это вот достоверно Известно Четыре человека Плюс Многие называют Членом этой Избранной рады То есть Такого вот Негласного кружка Или правительства Протопопа Благовещенского собора Московского Кремля Это домовая церковь Великих московских Князей и царей Сильвестра И плюс Говорят Что Определяющую роль В деятельности Избранной рады Играл Митрополит Макарий Вот если мы посмотрим На реформы Избранной рады То по своему По своему охвату И по своему масштабу Это были действительно Крупнейшие реформы Средневековой России Я тут слушал Вот недавно Выступление Губернатора Орловской области Господина Потомского Который с таким Значит Опломбом Говорил что надо Читать историю Источники Значит Изучать И т.д. и т.п. Какую чушь нес Но про то что Царевич Иван Умер на пути Из Петербурга В Москву Это даже уже Не смешно Это уже все отметили Но он там Говорил такие вещи Что дескать Он впервые Вел налоги Провел налоговую реформу Да действительно Правительством Избранной рады Была проведена Налоговая реформа Но налоги Вообще Как форма Существования государства Они возникают С момента возникновения Любого государства Вообще Спросите любого Юриста Первокурсника И там скажут Что среди Обязательных признаков Государства Это есть наличие Налогообложения Да просто она иногда Называлась по другому Например Княгиня Ольга Что ездила собирать Так это правильно Дань Да это была Да она установила Уроки и погосты Лично работала Налоговым инспектором Да нет Она установила Уроки и погосты То есть сроки и места Сбора дани Почему и говорят Что кстати Ольга проводила Первую административно Налоговую реформу Так и здесь Но какими методами Да нет Не будем отходить От Ивана Грозного Так и здесь Иван Грозный Он проводит действительно Эту как ее Налоговую реформу В чем суть этой реформы А в том что он Вместо подворного Налогового обложения Раньше двор Являлся Налоговой единицей То есть с одного двора Собиралась Определенная Так сказать Фискальная сумма Да Он вел Пасошное Налоговое обложение То есть теперь Единица земельной площади То есть Саха Становилась Причем было так Установлено Что с пятисот четвертей Или четей земли Значит Это крестьяне Черносошные платили Шестисот четей Или четвертей Помещики И значит Бояра Княжеская аристократия А с восемьсот четей земли Монастыри И церкви Иными словами Он вел прогрессивную шкалу Налогового обложения То есть чем выше доход Тем выше В общем-то был Налоговый сбок Понимаете Это очень правильно Да Ну как правильно Боярская аристократия Это очень сильно Не понравилось Теперь например Что вот среди реформ Ну обычно Знаменитый судебник Ивана Грозного Это второй судебник Уже централизованного Русского государства Первый судебник Это Ивана Третьего 1497 Ну кто-то говорит 98 Там историки спорят А это судебник 1550 года Все отмечают Значит историки Что этот судебник Был гораздо По своему качеству По своей структуре Лучше Выстроен С учетом Практики Судебной И так далее И так далее То есть правоприменительный Практика Да Правоприменительный Причем в этом судебнике Впервые Вводилась кара За мздоимство За казнократство Значит Определялся Так сказать Состав преступлений Лихих Людей Значит воров Там и так далее И так далее То есть за бандитизм За организованную преступность Да По-русски говоря В сегодняшней терминологии Дальше Теперь Стоглавый собор Знаменитый 1551 года Это тоже Так сказать Плюсик Ивану Грозному И его правительству Почему Во-первых Были унифицированы Все обряды Были значит Унифицированы И нормы Так сказать Или каноны Значит И вот на этом Мы прервемся Потому что нам Нужно уйти на новости И через минут 5-7 Мы в эту студию Опять Придем Евгений Спицын У нас в гостях Медвежий угол С Андреем Медведевым